Житель Алматинской области Тахир Умаров вынужден передвигаться на инвалидной коляске задним ходом, отталкиваясь ногами, потому что не может управлять ей руками. Проблему решила бы электрическая коляска, но ее не выдают. Почему? Как за счет государства адаптировать рабочее место для человека с инвалидностью? Такие нарушения выявила эксперт проекта «Доступный Казахстан» в Алматинской школе. Почему центральный район столицы обошла газификация? Как долго микрорайон Чубары будет травить левый берег смогом? Это программа «Народный контроль». Здесь непридуманные истории казахстанцев будут услышаны и показаны. С вами я, Амир Саминбетов. Здравствуйте. И вот, что волнует людей. Житель Алматинской области Тахир Умаров мечтает о новой электрической коляске. 13 лет назад ему была присвоена бессрочная вторая группа инвалидности. У парня два сложных диагноза – ДЦП и гиперкинез. То есть непроизвольное сокращение мышц, из-за чего ему сложно их контролировать. Тахир не в состоянии управлять обычной инвалидной коляской самостоятельно. И поэтому ему необходимо электрическое. Также парень просит чиновников и медиков изменить его группу инвалидности со второй на первую. Но на свои многочисленные запросы получает отказ. Почему так происходит и когда же его мечта воплотится, расскажем в следующем сюжете. Тахир Умаров не может руками управлять инвалидной коляской. На ней он передвигается задним ходом, отталкиваясь ногами от земли. При этом парень ведет активный образ жизни, посещает различные секции по интересам. Такие как актерское мастерство, ораторское искусство. Любит прогулки на природе и даже снимается в кино. Все эти увлечения помогают ему расслабиться. Забыть на время о недугах. Когда мне было 18 лет, сделали пожизненно инвалидность вторую группу. Потому что раньше, оказывается, не знали, что есть первая, третья. Какое поставили, такое и поставили штамп. И сейчас, конечно, тяжело. Сейчас новые какие-то документы появились. У меня таких нету. Вот специальные ИПР, вот это все. ИПР у меня нету? Нет, такого нету. У меня все старое. Государство выделило, когда мне было 11 лет только, коляску инвалидную. Польше никогда не выдавали? Тахир живет в поселке Гульдалан. Что в 25 километрах от Алматы. Но это расстояние для него кажется непреодолимой дистанцией. А ведь в мегаполис ему приходится ездить часто. В поселке нет ни реабилитационных центров, ни организации, поддерживающие людей с инвалидностью. Живет он вместе с братом, который перебивается случайными заработками. Родителей у них уже давно нет. Основной источник дохода братьев – пенсия Тахира по инвалидности в размере 79 тысяч тенге. Что едва хватает на покупку лекарств, медицинских изделий, самых необходимых продуктов и оплату коммунальных услуг. Парень мечтает о лучшей жизни. Его заветные желания – электрическая инвалидная коляска и услуги инватакси. Посещать реабилитолога, ходить на массажные процедуры и встать в очередь на жилье. Но для реализации всех этих планов ему необходима первая группа инвалидностей. Мне нужна реабилитация для того, чтобы заниматься полноценно, чтобы руки были в тонусе, ноги. И это все получал. Все такой массаж, ЛФК. Когда мне было около 11-13 лет, ко мне приходила соцсвободница, которая со мной разговаривала, беседовала, общалась. Тахир и его брат экономят буквально на всем. И несмотря на свои недуги и трудности, парень не унывает. Дома он передвигается на коленях. Сам готовит себе еду, выполняет элементарные домашние дела. Словом, пытается вести самостоятельную жизнь. Тахир очень надеется, что очередная медико-санитарная комиссия пересмотрит его группу инвалидности. Он уверен, что положительный результат поможет изменить жизнь в лучшую сторону. Что он сможет жить, не оглядываясь назад, а уверенно двигаться вперед. Мы обратились за консультацией к эксперту проекта «Доступный Казахстан» Гульнаре Ахмолдиной с вопросом, можно ли изменить группу инвалидности героя нашего сюжета. И вот что она ответила. Я сейчас советую обратиться по месту жительства к врачу, поликлинику. Попросить рассмотреть по-новому ИПР, переделать его. Также в связи с тем, что у него группа безпересвидетельствия, и была дана очень давно, но появились новые такие техники, как электрические коляски стали выдавать. Но в его группе почему-то это не предусмотрится, на связи с тем, что ее нужно пересмотреть. Сейчас, в данный момент, нужно пересмотреть его программу реабилитации, где он может получить от государства такую помощь, как санаторий, плюс такие средства, как коляска с электроприводом, ему могут выдать. Второе, конечно, нужно реабилитацию обязательно, это такие вещи, как массаж, посещение зоны отдыха. Мы написали официальные письма в Министерство труда и социальной защиты населения, в Акимат Алматинской области, с вопросом, когда будет пересмотрена группа инвалидности Тахира. А также мы обратились в Агентство по противодействию коррупции. Почему при таких серьезных диагнозах, как у Тахира Умарова, ему не был предоставлен весь необходимый пакет медицинских услуг. В Минтруда нам объяснили, чтобы переосвидетельствовать группу инвалидности, необходимо обратиться в Управление здравоохранения. Официального ответа от чиновников Акимата мы не получили. Но зато вот такой ответ мы получили из антикоррупционного ведомства. 2 июля 2024 года во время встречи медицинских работников Толгарской центральной районной больницы с Умаровым было оценено состояние здоровья и определены потребности гражданина. Определено, что для нужд гражданина предусмотрено получение услуг инвотакси и присвоение инвалидности первой группы. С целью замены группы инвалидности 11 июля текущего года гражданин был записан на прием к врачу-невропатологу, по итогам которого были проведены необходимые консультативно-диагностические мероприятия. На основании приказа запланировано рассмотрение врачебно-консультативной комиссии. Тахир Умаров рассказал, что проходит медицинскую комиссию, где лечащий врач уже составляет индивидуальную программу реабилитации. Об итогах заседания комиссии мы расскажем в следующих выпусках программы «Народный контроль».